Всем привет! С вами я, Наталья, и это Кухня Минимум Плюс. Сегодня я готовлю домашнюю бюджетную солянку. Почему бюджетную? Я потом вам все расскажу. Вот такая вот она получается вкусная, ароматная, душистая. В общем, начинаем готовить. Любая солянка начинается с бульона. Первое. Какой должен быть бульон? Это уже на ваше усмотрение. То ли говяжий, то ли свиноговяжий, то ли куриный. У меня куриный бульон. Я вот отварила куриный бульон, томился он у меня где-то часа два. И вот такой вот получился светлый. Затем я добавляю картофель. Вот у меня почему бюджетная, потому что это не ресторанная солянка, которая варится без картофеля, а я готовлю с картофелем. И семья моя любит солянку с картофелем. Вот я нарезала картофель мелкими кубиками, добавляю в бульон и пусть варится. А теперь займусь зажаркой. Лук мелко нарезаю на мелкий кубик. Обязательно. Такая вот средняя луковица. Морковь натираю на терке. В ресторанной солянке, кажется, тоже нет моркови. Я делаю с морковью. И добавляю огурцы. Вот такие вот у меня баночные огурцы получились. Они у меня не маринованные, а кислые, как бочковые. Ну такие вот тугие и хрустящие. Вот я их нарезала. Огурцы, морковь, лук. Будем делать зажарку. А еще обязательно томатная паста. Вот пару ложек густой томатной пасты. Я разбавляю кипятком, чтобы она была чуть реже. Вот такая вот у меня получается и не густая, и не редкая томатная паста. И начинаю делать зажарку. Растительное масло, буквально пару ложек. Чайная ложка топленого сливочного масла. Отправляю первым жариться лук. Буквально полторы-две минуты. Как только он станет полупрозрачным, отправляю морковь. Морковь тоже у меня жарится буквально полторы-две минуты. Хорошо размешиваю ее. Даю обжариться. Вот морковь уже обжарилась. Добавляю огурцы. Перемешиваю с луком и морковью. И пусть они жарятся. Здесь уже, конечно, минут 5-6. С огурцов должна выпариться жидкость. Они не должны быть мокрыми. Если огурцы у вас сильно водянистые, должны отжать вот эту вот лишнюю влагу с огурцов. И затем добавляю томатную пасту. Перемешиваю все хорошо. И пусть еще жарится минут 5-7. Жидкость тоже должна выпариться. Оставляю на медленном огне. Пусть жарится. Вот уже прошло 6 минут. Вот такая вот зажарка получилась. Полу-бустая. Выключаю. И буду добавлять в бульон с картофелем. Картофель у меня уже сварился. Я попробовала. Отправляю туда зажарку. И пусть проварится вместе с картофелем буквально 7-10 минут. Накрываю крышкой. Пусть варится. А еще добавляю на этом этапе лавровый лист и пару горошин душистого перца. Накрываю крышкой. Пусть варится. В это время займусь своими мясными продуктами. Вот это вот курицу я ободрала со спинок. Вареная колбаса у меня докторская. Варено-копченая колбаса. А вот эти вот кусочки с морозилки. Мы, если у нас остается какая-то колбаса, ну не хочется уже есть, отправляю в морозилку, в морозилку, в морозилку. И потом, когда достаю... О, для солянки это самое то. Как находка. Значит, колбасу я порезала тоже мелким кубиком. Я не показывала, как я уже ее резала. Каждый режет по-своему. И когда уже все зажарка прокипела в бульоне, я отправляю туда колбасу. Ну, колбаса вареная-копченая, вареная и курица вареная. Но в бульоне должно оно прокипеть тоже немножко, ну минут 7-10, для того, чтобы колбаса не разварилась окончательно. Вот я все отправляю. Крышкой я не накрываю. Сейчас я посмотрю и попробую, как вот на густоту. Достаточно ли густота. Перемешиваю. Да, густота нормальная. Потому что, когда мало колбасы, ну это такое вот непонятно что, колбасы должно быть много. И когда уже прокипело, оно буквально немножко, 5 минут, добавляю маслины. Вот черные маслины я купила в вакуумной упаковке. Они очень соленые. Нужно покупать в рассоле. Они не такие соленые. Соленку я не солила, потому что колбаса соленая, маслины соленые. Я вот попробовала довольно-таки нормально. На соль солить не нужно. Вот у меня уже солянка готова. Я отставляю ее в сторону. Накрываю крышкой, чтобы она настоялась хотя бы минут 30. Для того, чтобы она напиталась всеми ароматами. Маслинами, колбасой, вареной копченой колбасой, лавровым листиком. Ну все, прошло полчаса. Вот такая вот густая солянка получилась домашняя. Сейчас будем пробовать. Очень вкусный запах, аромат. В солянку можно еще добавить лимон, сметану. Но это уже на любителя. Кому как нравится. Вот такая вот солянка. Густая, ароматная. В зимний холодный вечер, придя с работы, с улицы, домой, разогреть солянку и съесть тарелочку горячего. Блюдо этого это просто сказка, находка. Это то, что нужно нашему организму зимой. Очень вкусно. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте пальчики вверх. А я не говорю вам до свидания. Я говорю до скорых встреч. С вами была Наталья. Всем пока-пока. Пока-пока.